привет всем 2 сентября 2020 год раздаю подкормочку пчелам там ребята спрашивают куда пропал что ничего не снимаешь куда не пропал работаю как обычно все делаю после откачки стараясь откачаться я до медового спаса пока еще нет ни нападов ничего пчела еще в работе немного поэтому стараюсь до этих чисел откачиваться в принципе хорошо все происходит позже уже потом тяжело отбирать рамки нападение там надо или под вечер или рано утром то есть вот так вот и вот после откачки я начинаю раздавать подкормки малыми порциями то есть вот малышам вот которая по 2 в одном улье тут по 5 рамок кто знает мои вот эти ульи разделены пополам вот то я им раздают по пол-литра почему по пол-литра они по 200 вот я кладу вот сюда на пленку разливая в пакеты кладу на пленку и вот эти пол-литра они выбирают два дня то есть не быстро выбирают полтора два дня где-то они выбирают как раз получается такая стимуляция где-то на день по 200 по 250 миллиграмм они по 250 миллиграмм они заносят и стимулирует матка вот такая стимуляция идет основным семьям сейчас даю не по 500 как вот малышам миллилитров а по литру ну они тоже где-то пару дней выбирает это не охота по 200 миллилитров раздавать потому что сильно тяжело будет это разливать много будет ну а так на пленочку сюда кладу вот они пару дней это выбирают ничего не протыкаю вот видно здесь вот немного пакет потек но обычно течет здесь возле дна но это не хорошие пакеты такие слабые сейчас покупаю пакеты ну под литр они прочнее идут намного чем вот эти то у меня оставались еще с прошлого года вот а сейчас покупаю литров но для одного литра туда литр наливать они прочные у нее они на пачку идут 500 штук и они не текут они возле дна вот здесь не протекают эти вот немного текут ну то есть так перевернуть и нормально в принципе она не будет протекать полностью пчелы сейчас будут это все выбирать то есть будет все нормально здесь вот а если отдавать здесь у меня улей этот не хватило корпуса то есть если там я ставлю корпуса то сюда гнездо идет на 300 и вот корпус там рамки такие темненькие ставлю пчелы их охраняют вот то сюда мне не хватило корпуса и сюда я даю прям на рамки то есть тут я уже раздал вот прям на рамки кладу вот это они к утру уже его не будет то есть на рамках они моментально выбирают а вот на пленке пару дней хватает на пару дней за пару дней сироп этот не скисает все отлично концентрация сиропа у меня где-то один к одному и ну один к одному я имею ввиду сахар и вода то есть но сахар я еще добавляю 50 процентов меда меда много девать его некуда цены на мед нету поэтому и скармливаем еще и мед пакеты сейчас я покажу какие покупаю ну и сразу после откачки я поставил полоски знаю будет тут видно да вот полосочка стоит на вот такие малыши я по одной полоске поставил основным семьям по две полоски будут спрашивать какими полосками пользуюсь вот в этом году пользуюсь полосками от мелиса 93 рабочие полоски хорошо себя показали так ну шо работаем дальше да еще хотел сказать вот почему я пакетами пользуюсь пробовали кормушками то есть но кормушки надо наполнять только под вечер вот с пакетами намного проще все то есть когда есть у меня время я их расставляю вот час где-то 15 часов после обеднее время вот я расставляю мне не надо ждать вечера чтоб расставить подкормку раздать ну и видно вот тем я вот этому ряду я уже прошел на летках нормально все спокойно никаких бой нету на пасеке тишина пчелы не возбуждается то есть все нормально обстановка как обычно рабочие какие какие было до раздачи подкормки вот но если в кормушке в это время налить то тут будет твориться мама родная поэтому вот я выбираю пока пакеты ну раздаю пакетами меня это устраивает мне не надо там определенного времени ждать под вечер чтоб раздавать я вот когда приехал быстро быстро раз лил прошелся раскидал и все вот такие пакеты вот размеры вот и тут идет на 1 килограмм 500 штук ну это как мы сказали а тех что потоньше там идет 1000 штук на килограмм но она и видно они такие плотненькие то есть хорошие пакеты вот эти я вот сколько разливал еще ни один у меня не путем вот войти наливаю по литру ну тут литр 100 получилось ну видно что вот если бы она протекала нам и мазалась а так все нормально не знаю больше не я не пробовал сюда наливать но литр 200 максимум так вот у основных семей пакеты забрал только что вот уже стоят рамки такие где расплода немного выводилась такие светло-коричневые оставляю под охраной чтобы их охранять белые все рамки я забираю и отношу в склад уже они там хранятся то есть я их не промораживаю ничего белые рамки моль не трогает вот а такие если конечно поставить то моль их побьет их надо или вымораживать вот или вот так вот оставить пчелам под охраной но пока они у меня стоят под охраной вот это бронированные пакеты что я говорил могут они они не протекают обычно пакеты вот здесь текут на вот этих стыках эти не текут хорошие пакеты крепкие вот здесь где-то литра литр стоя налил пусть выбирает следующая семья также рамки под охраной вот там уголочек отвернут пчелы заходят сюда и выбирают нужно было спереди это уголки заворачивай принципе нормально сейчас 19 часов после обеда раздавал в пакетах под кормку видно что ажиотажа никакого нету стандартно пчелы сидят на литках то есть они от пакетов не возбуждаются ну а если бы в кормушке разливать сейчас бы мне только надо было их разливать если в кормушке открытые пакеты в этом выигрывают конечно их можно в любое время раздавать ажиотажа на пасеке никакого нету я там ранее когда-то показывал вот если в кормушке разливать под вечер то что творится даже под вечер пчела выходит везде кружит везде рыскает даже в такое время но от пакета все нормально прошло два дня видно на рамках выбрали я вчера еще заглядывал вчера уже было пусто здесь сейчас чуть побольше уже кладу где-то 800 миллилитров это неудобно что пчел надо прогонять чтобы не придавить потому что погибнет пчелка под пакетом ну и соседней также сейчас погоду но тут иди вот этот тем не не хватило корпуса оттуда не корпуса стоят отложу уже по два пакета сегодня буду уезжать на четыре дня что-то в этом году они как-то рано начали сильно пропалисовать прям замазать все вот так вот по два все работайте в основных семей забрали по литрушке ну сейчас еще тепло вот сверху на пленке выбирают когда похолодает они уже отсюда будут совсем плохо выбирать поэтому я тогда вот эту пленку которая перекрывает гнездо за но уберу и буду вложить на рамки уже на рамках хорошо выбирает а пока еще вложим сюда на пленку вот через четыре дня приеду уже буду раздавать два раза по три литра наверно дам смотрел выборочно так пару семей в принципе меда нормально по расплоду на 3-4 рамках расплод но уже видно что сбавляют темп матки по яйцекладки готовятся уже к зимовке конечно поэтому сейчас хочу уже их залить гнезда полностью и ну и пусть готовятся уже к зимовке все всем пока всем удачи пока